всем добрый день ребята вы на канале семья бровченко и у нас родился проект вместе мы сила и вы знаете это наш девиз вместе мы сила поэтому мы назвали так свои проекты которые мы воплощаем жизнь хотим воплотить и предлагаем вам тоже в них поучаствовать у нас уже было до этого два проекта первый проект был связан с помощью то есть мы выкладывали видео вы помните чтобы люди могли помогать друг другу ссылочками на разные программы которые помогают молодым семьям переехать куда-то все лада с можно какую-то должен заступить работать с предоставлением жилья и вы тоже активно в нем участвовали в этом проекте вы активно оставляли ссылочки спасибо вам большое надеемся что то видео и те ссылочки которые под ним помогут кому-то осуществить свои какие-то мечты да и быть и полезными и то есть дать детям какое-то будущее второй проект у нас был вы помните помогать пенсионерам инвалидам и так далее транспорт нам своим временем тоже этот проект наш проект и это третий проект который мы запускаем ребята и приглашаем вас активненько в нем поучаствовать и поделимся как мы сами будем его осуществлять да он называется подари возможно считать книжки другому как зародилась идея создать этот проект и в чем он заключается сейчас вам все расскажу вы видите у меня в руках книжечки мы для своих ребятишек покупаем очень много книжек какие-то книжки нам высылали на обзорчик какие-то мы сами покупали какие-то нам книжки дарили и в результате у нас семье образовалась очень огромное количество книжек но вы знаете книжки имеют быть свойства прочитанными и всегда хочется иметь какую-то новую книжку сами об этом знаете да вот и у нас очень много книг понятно что где все дети их еще не прочитали вот и нам как-то сказать мы продолжаем заказывать для них разные книги потому что анюта быстрее читает например сашунька еще не прочитал будет в будущем эти все книжки читать вот понятно что это не все наши книги и вот мы подумали книг много их читают только наши дети но как-то отдавать вроде их еще рано потому что есть дети и у нас например вот еще боречка только-только родился отдай мы сейчас все эти книги которые например уже прочитала а не до успела прочитать получается нечего будет читать нашему малышу ой куда ты там прыгаешь кот прыгал на машине а вот отвлеклась вот какие-то вещи какие-то книги еще там тема например только начал читать у нас мальчишки вот сейчас у них не очень много желания читать но иногда пробивает так сказать на читании они там начинают себе что-то выискать наши библиотеки и я сидела думаю как же сделать так чтобы вот книги они просто не стояли у нас доме впустую книг много и спасибо зрителям которые в свое время отправляли нам разные книжки детские и спасибо этим издательством которые отправляли нам книжки для наших деток и вот то есть что мы покупали книжки и у меня пришла такая идея у нас получается здесь вот три села рядышком ну который вот в районе ну где вот в нашем доступе так сказать жителей много деток много ну конечно относительно не так как в городе все таки есть библиотека школьная есть библиотека в клубе от сельсовета получается но вот как мы общались там тоже с людьми сельсовета есть такая особенность я уже говорю вот например один ребенок перечитал все книги происходит новый завоз книг они буквально там за полгода перечитываются да и все и нужно снова пополнять библиотеку а бюджет государственный не всегда рассчитан там каждый полгода каждый год пополнять библиотеку новыми книгами новыми изданиями из-за того что у нас прилив книг постоянно идет дети растут мы стараемся их обеспечить все таки книгами потому что мы понимаем что книги это очень важно это развитие это занятость времени это какая-то новая информация тем более мы на семейном образовании мне очень важно чтобы дети много читали тоже выискивали для себя информацию какую-то интересную да и вы знаете что мы заказываем книги какие-то такие прям хорошие не просто ни о чем да такие с глубоким смыслом о животных какие-то чтобы дети познавали через книги мир и у нас пришла идея а что если мы организуем какую-то свою домашнюю библиотеку и дадим доступ местным детям в эту библиотеку я сейчас планирую как это лучше сделать то есть скорее всего я буду создавать какую-то группу подключать туда местных жителей мы сборе скорее всего напечатаем такие плакаты которые развесим в школе в садике в клубе возле почты возле больницы то есть возьмем на это все разрешение все это с одобрение администрации мы уже разговаривали идею очень одобрили и вот мы тоже обсуждали и библиотеки и наполняемость их и все плюс библиотеки заказывают одну одну литературу мы совершенно другую то есть и вот это разнообразие поможет детям как-то развиваться знаете лучше потому что вот боречка вспоминает себя до в детстве да я себя вспоминаю прочитаешь ближайшие библиотеки все что можешь и все приходишь новые поступления есть они нету плюс не все книги там тебе подходят какую-то литературу ты выборочно читаешь какую-то тебе не интересно например поэтому хотим вот таким образом служить местным детям помогать им развиваться делиться тем что у нас есть другими да как-то не знаю вот как-то вот немножечко открыть свое сердце кусочек добра поделиться этим кусочком добра с другими людьми детками ой у нас боречка в машине проснул сейчас секундочку сначала у нас была идея попросить может какое-то помещение в администрации например там снимать или чтобы они выделили да например там раз в неделю приезжаю туда с книжками приходит дети берут то есть приносят книжки но из-за того что у нас бурей очень активный образ жизни то есть и это нужно книжки туда-сюда возить в общем это все морочно очень так и а вдруг у тебя не получилось как ты приводишь человека он эту книжку принес мы решили сделать это дома человек звонит я подойду возьму книжечку да подходи то есть мы это конечно будем все предупреждать людей там скорее всего родители сначала это все будет делать потому что знаете когда новое какое-то место то есть родители захочет узнать что это как это может мы там как-то будем проездом подвозить в общем как-то там это все это все знаете такие технические моменты которые мы организуем создадим группу туда будем выкладывать новые наши поступления какие книжки у нас появляются чтобы люди понимали вообще что у нас есть вы тоже можете принять участие в этом проекте а либо организовав такой же проект у себя по месту да если вы тоже очень любите литературу у вас ее много вы не знаете вроде отдать жалко и детки растут ну вроде бы и много и хотелось бы поделиться с кем-то другим этими книжками тоже можете смело организовать такие проекты я думаю местные дети будут очень очень благодарны второй момент если у вас дома есть книжки которые вы уже давно не читаете вы не знаете куда этих идей вроде выбросить жалко и продать в принципе вам там финансы не нужны особенно они у вас просто лежат и и отдать и вроде не знаете кому присылайте их нам пополняйте библиотеку мы будем с радостью делиться этими книжками для чтения местным детям я думаю что они тоже будут благодарны вплоть до того что может это какие-то там соседние села мы будем принимать заявочки потом там раз в месяц например раз боречка отвез раздал книжки потом раз месяц там поменяли книжки в общем будем как-то технический вопрос эти все решать но если вы хотите принять участие в проекте будем благодарны вам за любые книги но есть какие-то конечно критерии то есть если книжка порвата там не знаю там в неподобающем виде то конечно такую книжку давать просто будет ну не очень неудобно да людям если у вас есть дома не не порисованные не порваты в нормальном ну адекватном по мере да пусть это будет книжка старенькая но аккуратная да ну то что ее приятно будет держать в руках то есть кому-то дать присылайте нам наш адрес есть в описании канала наш адрес есть в описании каждого видеоролика под этим видеороликом тоже будет этот адрес мы с радостью будем эти книги распространять мы будем показывать распаковать такие посылки показывать о новых поступлениях от вас дорогие зрители показывать кто прислал что за книжечки прислали единственная просьба пожалуйста не присылать фантастику потому что у нас есть принцип книжки это должны быть о зверях, это какие-то должны быть поучительные рассказы, это должны быть какие-то, не знаю, там басни, стихи о природе, стихи о животных, стихи о любви, стихи какие-то, да, но, то есть мы сами противники каких-то, знаете, ну нереальных историй, типа Гарри Поттера, типа, вот мы сказки там, например, не очень любимы, и понятно, что они у нас не будут в библиотеке, а вот какая-то фантастика там, кто-то куда-то полетел на какую-то планету Оз, например, там, встретил пришельцев, тоже такие книжки мы просим не присылать, пожалуйста, потому что, ну, они не войдут в эту библиотеку, к сожалению, может быть, ну, вы читаете такие книги, но мы даем детям читать только то, что мы считаем как бы нужным для развития, для правильного развития ребенка, поэтому, если у вас есть рассказы о животных, рассказы о каких-то чувствах, о каких-то хороших качествах, рассказы о зверях, рассказы о каких-то природных явлениях, не знаю, это может быть какие-то энциклопедии, это могут быть сказки, основанные на более-менее реальном, знаете, без волшебства, без там, жар птицы там, да, но есть и сказки такие, которые действительно очень поучительные и без привлечения туда, да, знаете, есть волшебные сказки, есть бытовые сказки и есть сказки о зверях, так вот, мы принимаем сказки бытовые и сказки о зверях, а волшебные не надо присылать, пожалуйста, ну, очень прошу вас, я знаю, что очень многие не понимают нашей этой позиции, но это наша позиция, как бы, и никуда от нее не денешься, вот, то есть разные-разные-разные интересные книги, будем рады видеть их у себя и будем рады их потом дальше, то есть мы покажем, как это мы все организуем. Единственный момент, смотрите, у нас есть, вот вы это видео видите сейчас, мы в конце мая уезжаем и нас не будет дома, ну, будем считать, давайте, 3 месяца до конца августа, поэтому книжки лучше высылать либо сейчас прямо, чтобы они успели до конца мая дойти к нам на почту, либо, хотя, в принципе, мы можем, вы можете высылать их когда угодно, мы просто на почте договоримся, что нас не будет и чтобы посылочки нам все оставляли, или, например, договоримся, чтобы за нас их забирали наши друзья, чтобы им просто отдавали все посылки, которые будут нам приходить. Ребята там, ну, недалеко живут, они с машиной, то есть, в принципе, они могли там раз-две недели подъезжать и забирать все для нас посылки. Мы этот вопрос решим. Поэтому, если есть возможность, если вы хотите принять участие, если вы хотите осчастливить каких-то детей, да, пожалуйста, присылайте, мы потом снимем, сколько у нас книг насобиралось, что это за книги, покажем, как мы все организуем, как у нас это все будет в доме, где эти книги будут лежать, я сейчас это все буду продумывать, какое-то место мы под них выделим специальное, может быть, в веранде, например, где-нибудь стоять. Посмотрим, все это сейчас посмотрим. Сама суть, давайте запустим этот с вами проект, пока что этот проект на стадии сбора книг будет, и в какой-то момент мы приедем с нашего отпуска и запустим уже с какими-то набранными книгами, чтобы было что давать людям, да, детям. Если вдруг у наших зрителей не получится нам выслать книги, и, значит, мы запустим проект с теми книгами, которые у нас есть, попробуем подключить к этому проекту. Сейчас я свяжусь с разными издательствами, разошлю это предложение, чтобы они тоже могли принять участие. Пусть там каждое издательство вышли, там, ну не знаю, от себя выделить там по 10-20 книг, это уже будет хорошо, да, какие-то книги, и книги, конечно, мы будем выбирать сами, и попробуем подключить издательство. Вы присоединяйтесь к этому всему. Мы что-то свое, да, то, что мы сами покупаем, тоже выделим, и получится огромнейшая библиотека. И эта библиотека может пополняться постоянно, то есть если кто-то вам будет книги отдавать, тоже вот кому-то раздать, можете постоянно их присылать на постоянной основе. Пусть у нас будут даже одинаковые книги, это все равно будет классно, потому что детей много, один взял такую же книгу, другой такую же книгу взял, то есть это уже, видите, не для одного ребенка, для многих, поэтому если даже книги будут повторяться, наоборот, это даже плюс. Все, ребят, запускаем вместе с вами проект. Помните, что вместе мы сила. Один палец – ничто, 5 пальцев – это уже сила, а 10, 20, 30 – это уже просто, знаете, гигантская сила. Давайте мы вместе всем каналам будем помогать детям, будем нести лучик добра, тепла в этот мир, ребят. Всем пока, пишите в комментариях свое мнение об этом проекте, пишите комментарии, может, какие-то идеи у вас есть по поводу этого проекта, как его сделать лучше, как его сделать более качественным, может, у вас был такой опыт уже, например, вы поделитесь с комментарием, будем очень благодарны. Если вам понравился проект, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых проектов, давайте будем вместе с силой. Продолжение следует...